В Северском районе продолжается месячник дорожной безопасности детей и пешеходов. При проведении профилактических мероприятий детские сады и школы тесно взаимодействуют с сотрудниками полиции. Инспекторы безопасности дорожного движения проводят в школах района блиц-уроки. Вблизи перекрестка с пешеходными переходами, автобусными остановками, детям разъясняются основные правила безопасного поведения на улице и основные ситуации ловушки, которые могут возникнуть при нахождении на дороге. Особое внимание уделено встречам с родителями, учащихся, где обсуждаются вопросы управления веломототранспортом, необходимость использования световозвращающих элементов, ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Также проверяется техническое состояние школьных автобусов. Также сотрудники ДПС, заступающие на маршруты патрулирования, особое внимание уделяют выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. К нарушителям применены меры административного характера. Несмотря на общее снижение дорожно-транспортных происшествий, уровень детского дорожно-транспортного травматизма продолжает оставаться высоким. Госавтоинспекция напоминает о том, что строгое соблюдение правил дорожного движения водителями и родителями позволит избежать трагедии на дороге. Быть внимательными, осторожными на дороге и помнить, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – это и есть залог нашей безопасности. Животноводство на сегодняшний день – не самая популярная отрасль производства. Алексей Козлов из поселка Ильский – один из немногих, кто решил возродить животноводство в Северском районе. В его владении – крестьянское фермерское хозяйство. Правда, Алексей Иванович не любит, когда его называют фермером, считая себя русским крестьянином. Сельским хозяйством он начал заниматься с 1997 года, а в животноводство пришел спустя 11 лет. Первое поголовье – две коровы. Сейчас же количество крупного рогатого скота выросло до 130 голов, включая молодняк. Животные пасутся на пазбище площадью 30 гектаров. В день на ферме производится около 1300 литров молока. Главное, отмечает крестьянин, что покупатель получает качественную молочную продукцию. Мы кормим свой скот на лугах, на естественных кормах. То, что сами выращиваем, тем и кормим. Поэтому молоко у нас качественное. Коровы все чистые, лейкоза нет. По словам Алексея Козлова, предложений по сотрудничеству много. Заинтересованы в покупке молока Кореновский и Туапсинский молочные заводы. Но пока хозяйство не обладает достаточным объемом выработки молока для крупных поставок в другие районы. Два года назад Алексей Иванович выкупил территорию бывшего колхоза «Победа» – поселка Ильского. В планах увеличение поголовья скота и строительства нового корпуса для коров. Маточное поголовье у нас на этот корпус, можно сказать, что уже есть. Порядка 130 голов. Теперь у нас телиться должны еще порядка 16 новотельных телочек. Наши ваши выращивания здесь на хозяйстве, непокупные. Мы выращиваем в тесном контакте с племьстанцией Краснодарской. Семя там берем. Все на научной основе это проводится. Поэтому, я думаю, нам ждет успех. Как отмечает Алексей Иванович, чтобы успешно заниматься животноводством, нужно в первую очередь любить животных. Только так можно достичь высоких производственных результатов. 17 мая в Северском районе на стадионе «Олимп» дан старт всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию российской полиции. В зарядке приняли участие ученики кадетского полицейского класса школы номер 45. Вместе с правоохранителями школьники выполнили упражнения на силу и выносливость, а также выучили некоторые приемы самообороны. Стражи порядка продемонстрировали самые зрелищные техники спортивного единоборства – самбо. Вот когда ты вот так вот делал, да, вот смотри, вот так вот делаешь, и вот сюда, и вот она ручка твоя. «Зарядка со стражем порядка» направлена на пропаганду здорового образа жизни и воспитания подрастающего поколения на лучших примерах и достижениях российских спортсменов-полицейских. После бодрящей зарядки ребята пообщались в неформальной обстановке с сотрудниками правоохранительных органов о профессии полицейского и о службе в органах внутренних дел. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...